Всем привет, с вами Ольга Теории. Ну, наконец-то мы дождались выхода долгожданной серии «Сирена». И я думаю, со мной все согласятся, эта серия просто великолепна. Создатели постарались на славу и угодили всем фанатам сразу. Тут и развитие сюжета, и более глубокое погружение в атмосферу сериала. Герои раскрывают свои личностные стороны, и хорошо показаны эмоции персонажей. Ну и, конечно же, новые чудесные способности героев, и намеки на еще более захватывающие перевоплощения в будущем. Фанатам персонажа Рене Руш показали, что она активно принимает участие в борьбе на равных с основными героями и не является одноразовым помощником для Леди Баг и Супер Кота. Я думаю, ее способности вызывать иллюзии и отвлекать противников еще не раз пригодятся в следующих схватках с новыми жертвами Акумы, или так же, как в этой серии, где наши герои помогали Парижу, от прочих неприятностей, не связанных напрямую с действиями Бражника. Так что вперед, Рене Руш, на встречу к новым приключениям. Вернемся к сюжету. Маринет приходит в гости к мастеру, который занят созданием эликсира для пробуждения новых способностей у супергероев. На отсканированных из книги Габриэля Агреста страницах зашифрован рецепт для новых перевоплощений. Рецепт сопровождается артом в древней китайском стиле, на котором супергероиня приобретает возможность плавать и дышать под водой. Мастеру удалось расшифровать все составляющие зелья, кроме одного. «Нам показывают кухню, где творится волшебство, но для Квами сюда вход строго воспрещен, и милым Тики и Вайзу остается печалиться и ждать снаружи». Тем временем Кин и Ондин в бассейне занимаются плаванием и обмениваются записками, которые они достают при погружении. Между ними давняя дружба, но кажется, Ондин испытывает Киму нечто большее и пытается ему об этом сообщить в послании. Но Ким не видит очевидного и торопится в кино на сеанс с одноклассниками, где, как он думает, будет Хлоя. И так и не прочитав записку Ондин с признанием в своих чувствах, наш спортсмен Тарапыга убегает. А Ондин остается одна и чувствует себя брошенной ради другой. Ее сердце переполняется грустью, оно разбито. Глаза наполняются слезами. Это отличная жертва для Акумы, и Бражник не применил этим воспользоваться. Под действием Акумы Ондин превращается в сирену. Слезы печали превращаются в потоки, переполняющие бассейн. Теперь эту царевну не смея, но уже не остановить, и город начинает тонуть. В то же время ничего не подозревающий Эдриан, вдоволь наигравшись с куклами Леди Баг и Супер Кота, пытается подкупить Плага и выяснить, кто скрывается под маской Божьей коровки. Бедный Плаг пытается медитировать с носком на голове и не поддается на заманчивые предложения любопытного влюбленного. Хотя видно, что под натиском Эдриана это ему тяжело удается. Но секрет есть секрет. Хотя сыр – это сыр. Камамбер. Но Плаг устоял. Маринет, слегка опоздав на сеанс, находится в кинозале с одноклассниками. Но фильм прерывается. Вода заполняет все вокруг, и необходима спасательная операция. Все благополучно поднимаются на крышу. Ким решил, что это отличный повод искупаться, и ныряет с крыши в воду. Но вдруг появляется сирена, и, схватив его, тащит на глубину. Сирена не позволяет возлюбленному задохнуться и надувает пузырь для Кима. Не знаю, как вам, но это выглядело очень романтично. Кажется, сирена забыла о договоренности с Бражником, и ее волнует только любовь. Маринет превращается в Леди Баг и пытается спасти Кима, который не очень-то, как мне кажется, и хотел спасаться. Но понимает, что под водой она бессильна, и что ей необходимы новые способности для подводного плавания. Маринет находит мастера Фу на крыше и помогает закончить приготовление эликсира. Немного рассмешив мастера, она подхватывает появившуюся у него от смеха слезинку. Это то, что нужно. Феерический взрыв, и эликсир готов. Теперь осталось только дать его Тики. Тики превращаются в Акваквами. Чудесное перевоплощение. Теперь очередь превращения для Леди Баг. Новые силы, новая трансформация. Этот костюм невероятен. Леди Баг сияет в лучах солнца. У нее появились плавники и ласты. Текстура чешуи невероятно переливается и украшает костюм. Пояс, воротничок, ласты, плавники, ленты в волосах нежно-розового цвета. Сами волосы в хвостиках приобрели фиолетовый оттенок. Теперь, благодаря новому костюму, она может дышать под водой и после тройного сальта ныряет в воду. К сожалению, нам так и не показали новую трансформацию Плага и Кота Нуара. Но мы увидели, как мастер раскрыл свою личность и сам дал Адриану эликсир для нового перевоплощения. От неожиданности Эдриан забыл о терзаемых его сомнениях и обидах на Леди Баг и также в новом костюме нырнул в пучину приключений. Может быть, Киму нравилось сидеть на троне и быть принцем Сирены, но у наших супергероев свои планы и, освободив Кима при помощи дыхательного аппарата, Сирену заманивают в ловушку и выулавливают, как рыбку на удочке. Победа, а кума поймана и все становится прежним. Ким понимает, что лучше синица в руках, чем журавль в небе и Гондин больше не печалится. У мастера наконец-то получается наварить зелье на все случаи жизни и он делится с Маринет новыми эликсирами, которые для удобства добавлены в печенье, так как это любимое блюдо у Тики. А Эдриан встречает нежданного гостя и мастер Фуль лично принес для Блага разноцветный камамбер с добавлением волшебных ингредиентов. Теперь наши герои во всеоружии. Но Бражник тоже сделал определенные выводы. Он знал, что для открытия новых способностей у супергероев нужны заклинания и эликсир, рецепт которого хранится в его книге. Он взбешен и кричит на Нуру. Возможно, он догадывается, что Маринет это леди Баг. Ведь она вернула утраченную реликвию, значит могла и прочитать то, что там описывается. Возможно, он знает, что не каждый способен провести ритуал и также предполагает о мастере и о его возможностях. Интересным моментом для размышлений является тот факт, что далекой осенью 2016 года нам показывали всего 5 новых способностей для супергероев. Тогда идея заключалась в том, что будет 5 камней, жемчужин, чудес и они будут иметь разные цвета и будут дарить разные способности. В связи с тем, что нам показывали ранее, я сделала вывод, что костюмы героев также будут менять свой цвет по мере возникновения способностей, что и нарисовала. Все 5 цветов и форм трансформации. Поскольку моя идея была первая и интересная, ее подхватили многие художники и также начали раскрашивать леди Баг во все цвета радуги. Мы все ждали разноцветные костюмы героев, как светик-семицветик, но теперь оказывается, что будет не 5, а целых 7 разновидностей способностей и две из них нам неизвестны до сих пор. Также теперь точно можно предположить, что костюмы героев не будут менять цвет, а только форму. Мы точно знаем, как выглядят две новые трансформации. Способность дышать и плавать под водой и способность быстро скользить по льду. Но как будут выглядеть остальные, остается только фантазировать и предполагать. Способность скользить по льду не была заявлена ранее и ее можно назвать шестой трансформацией. Остается угадать седьмую и самую последнюю. Я думаю, надеюсь, это будет трансформация возможности путешествия во времени. Это именно та трансформация, которой так не хватает для полного набора способностей. И в этой трансформации может быть острая необходимость. Ведь возможно, судьба мамы Адриана будет зависеть именно от этой трансформации и даст шанс изменить во времени то, что в настоящем уже не исправить. Да, и жаль, что Мастер Фуд так и не трансформировался. Думаю, это все равно случится рано или поздно. А пока можете посмотреть мое художество по этому поводу. Я с вами прощаюсь и очень жду ваши комментарии по поводу новых трансформаций наших героев. Хотите ли вы трансформацию путешествия во времени? Может, кто-то хочет посмотреть, как я это себе представляю? Пишите, что вы хотите, чтобы я нарисовала для будущих серий. А если вам нравятся мои арты или идеи по сериалу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok